итак всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня решила так вот выбраться на природу видео поснимать природа конечно выглядит хорошо но пахнет как-то не очень болото а точнее не болото а наш прекрасный днепр я его потом покажу вот так как он находится за кадром пахнет здесь застоявшаяся вода потому что у нас камешки оголились как видите этим камням уже кстати говоря 4 миллиарда лет это очень старые камни есть прям такой по одну весь пласт каменный идет и так перейдем сегодня значит непосредственно к тому зачем я сюда перся чтобы видео снять ну просто затем чтобы обстановочка такая была красивая природа ну как вы любите дома как-то уныло и скучно начнем значит с вопросов вот блин надо перестали али значится как я устал от этого слова прям паразит какой-то так а где же где же наши письма а вот и они вот и они сейчас мы начнем и так 1 нам пишет владислав владислав у нас так здравствуйте мой вес 58 килограмм хочу набрать мышечную массу купив протеин о какие он надежды на протеин возлагает такой вопрос после прекращения приема протеина но не прекращение тренировок может ли уйти достигнутый результат во-первых владислав протеин это всего лишь пищевая добавка слишком много уделяется скажем так я бы даже так сказал чрезмерные чрезмерно высокие ожидания по поводу этой пищевой добавки гуцкого ворона смотри камеру меня в общем протеин это всего лишь еда бог ты халявщики в кадр лезут протеин это всего лишь пищевая добавка это бат это ну белок собственно который есть в мясе в растительной пище в общем во всей пищи животного происходить происхождение и это как бы базовый элемент нашего питания поэтому если ты перестанешь лент белок то ничего не будет но если упадет калорийность твоего рациона то результаты конечно же могут упасть потому что в голодухе организм как бы не способен эффективно работать поэтому нужно хорошо кушать прежде всего 2 нам пишет да мир здравствуйте скажите а прыщи и тренажерный зал тренировки взаимосвязаны мне кажется что да такое ощущение что после тяжелых тренировок особенно когда становая присед причина начинает вылазить на лицо простите за мои сопли причина начинает вылазить на лицо так на лицо она становится красным что скажете у нас тренер говорит что этот тестостерон гуляет по организму скажите ваше мнение и более подробно пожалуйста еще было дейка закинуть тренировки чтобы посмотреть как лицо будет реагировать что скажете не знаю какой то ты уникали может подхватил какую-то заразу потому что во время выполнения упражнения тебя прям прыщи вылазит может быть у тебя аллергия на тренировки или на тренера на твоего аллергия но от тренировок это точно быть не может да это может быть гормонально это может быть от применения каких-то гормональных препаратов но не у всех и еще нужно хорошенько разобраться все таки все-таки надо пойти к врачу обследоваться только потом уже делать какие-то выводы потому что у тебя могут быть какие-то другие проблемы не связаны с гормонами к примеру но если у тебя серьезный укрывающий сыпь то есть то тебе поможет такой препарат как rock cut on но там смотри очень много побочных эффектов и не пугайся если купишь этот препарат и откроешь аннотацию к нему то вот такой вот список будет побочных эффектов но это действенный препарат пожалуй это единственное лекарственное средство на рынке которая способна справиться с углевой сыпи все остальные так поскольку поскольку так поехали дальше пишет нам игорь интересен алгоритм калькулятора это у нас спрашивает по поводу определения эффективности домашних тренировок алгоритм калькулятора я в зале бываю но и там занимаюсь абсолютно тем же гири плюс кардио от погоды зависит и еще мужской ли день в сауне при зале значит неверно тренируюсь в принципе я чё-то не понял смысл вопроса это вопрос был по моему игорю нужно поработать немножко над собой и чтобы нормально писать свои вопросы потому что я вообще ничего не понял поехали дальше пишет нам денег гейнер опасен для здоровья это он вопрос влияет ли он на потенцию гейнер на гейнер и потенция блин что с этим человеком не так что вообще с людьми не так как при чем тут гейнер вообще к потенции вообще тут не при делах гейнер никак на потенции не влияет ну единственное исключение если вы конечно сидели долго на без углеводки потом вы подкинули углеводы то да происходит углеводная загрузка и все процессы в организме двух подскакивают взлетают прям вообще до небес вот но гейнер вообще не вреден это обычные углеводы и на потенции он никак не влияет короче глупости так ничего вопросики пока закончились и тут сегодня я кстати вернее не сегодня на днях зацепился одним человеком по поводу углеводной загрузки перед тренировкой ну против этого человека конечно против ничего не имею блин как я повторяюсь вот но по поводу тех людей которые писали мне в комментариях и по поводу того продавца который паривает людям всякую химию а вот вы думали я вернее я думаю уже догадались о коме это такие знаете стандарт дрыщи рассуждающие о том как набрать массу дающие советы и говорящие что вот перед тренировочкой нужно закидываться гейнером а еще лучше амина аминопектил по-моему да вечно забываю название модное такое название и он уже отдельно продается и продается блин в тюбиков такие специально порционных ну как это с протеином происходит я вам вот чего скажу ребят тренируйтесь на голодный желудок потому что никакой аминопектин никакие гейнеры ничего он вообще не помогут и не дадут на тренировках никаких приливов силы не будет и энергии это больше работает как плацебо аминопектин это вообще блин и для тех кто не знает что такое это составляющие крахмала растительного кукурузного крахмала картофельного крахмала и по-моему еще рисового крахмала то есть он вообще этот крахмал состоит на 60 процентов более даже чем на 60 процентов из этого вещества так что можно просто жарить картошечку с лучком с яйцами с мясом можно грибочков кину туда и вот тебе нормальный спортивный прием пищи здорового человека и не надо вестись на всякую эту вот ересь потому что задача продавца вам парик товар он будет говорить что угодно говорить и угодно слова он будет очень красиво это рассказывать но помните о том что вам продают продукт вам втюхивают и не нужно вестись на не давайте себя вести в заблуждение всегда если вы что-то где-то услышали блины сейчас 21 век из интернет зашли в google и можно найти все что угодно блин любую интересующую вас информацию буквально в течение этом я не знаю нескольких минут можно найти что угодно поэтому не давайте вести себя в заблуждении всегда проверяйте перепроверяйте вот по поводу массы если хотите набрать массы уже не раз об этом говорил нужно очень много кушать это минимум 4000 калорий в сутки тогда у вас будет масса если вы как бы график вам не позволяет то в принципе неважно когда вы это дело будете съедать главное чтобы вот именно в сутки съели определенное количество калорий по поводу того что там перед тренировками советуют что-то скушать я перед тренировками есть не рекомендую вот некоторые там наезжают на кстати шоколадки что шоколадка критировка едят мог типа туда-сюда ну да обычный шоколад типа быстро впитывается но он же вредный чем он вредный ребят то же самое поводу сникерса когда рассказывают там что он типа долго впитывается потому что там есть орехи представляете вообще вы сники что целиком глотает я не знаю или ставить его ректально как он может долго впитываться вы его переживайте вот вот реально продукт проходит первичную обработку то есть вы уже зубами размолотили буквально в кашу он попадает желудок и тут же начинает обрабатываться ферментами и сразу же впитываться в кровь то есть это просто полный ух ты уж плывет по водичке да уж в общем это короче бред так что не слушайте там всяких чудо знатоков и всегда обращайте внимание на то как выглядит человек потому что блин вы сами понимаете то есть как оно все устроено поэтому никогда не верьте всяким суходрявым дрищам на особенно когда они пытаются вам чего-нибудь в паре потому что вы рискуете как говорится лохануться по поводу питания перед тренировкой вообще не рекомендую перед тренировкой есть потому что нагружайте желудок и очень жило будет заниматься и еще есть риск того что можно немножко заболевануть потому что под давлением до в желудке может содержимое вырваться в пищевод из желудка наружу это не очень приятно будет да и вообще как бы очень хорошо перед тренировкой кушать потому что потом всегда хочется спать так что идите лучше тренируйтесь на голодный желудок и уж пожарите так от души на массу уже после тренировки но даже если вы не на массе сидите вот она диете то вы тоже можете питаться после тренировки вот это правило для всех действует также если вы худеете кстати говоря можно даже пропускать утренний прием пищи завтрак ничего с вами не случится уж по верхнему а для диеты это наоборот на пользу на массе в принципе аналогичная ситуация на на массе как я уже сказал главное чтобы за сутки вы наедали определенное количество калорий то есть чтобы вы съедали больше чем тратили это простая физика я в том что энергии массов по закону ниоткуда взяться не может поэтому я не доверяю тем людям которые рассказывают какие-то чудо схемы говорят о том что вот кушайте на 1800 калорий в сутки и вы будете набирать вес нет так быть не может смотря ну во первых может начнем с того что исходя из ситуации если вы весите 20 килограмм блин у вас там мышц вообще совсем нету туда на 1800 калорий вы будете набирать вес но когда вы такой среди статистический человек весом среднем 70 килограмм ну и более-менее такой приличной мышечной массы то вам нужно гораздо больше калорий вот как раз 4000 калорий это такой необходимый минимум на котором нужно играть я лично съедал и гораздо больше в сутки да это очень сложно есть не хочется порой приходится в себя просто еду запихивать она лезет назад но когда у вас есть цель вы добьетесь ли да это будет сложно это будет тяжело но это выполнимо так что никогда не останавливайтесь всегда учитесь чему-то новому изучаете проверять информацию и в общем вот такого на сегодня видео было кстати обещал там показать вам наш днепр для тех кто не местный а по наехавшие сейчас даже посмотрим немножко чё там у нас водичка вот наш и днепр наш красивый замечательный вот так вот у нас здесь пляж людишки гуляют живность всякая водится там рыбаки в населят а вот это вот наши камешки они кстати тут довольно большие даже посмотрим в общем вот такого сегодня видео было так что подписывайся на канал ставим лайки комментирую видео всем спасибо пока